Еще одна уехала. Студенты педа бегут за общежитий. Это не эпидемия коронавируса, просто вуз перешел на дистанционную форму обучения. Но Алина пока не торопится. Говорит, нужно закончить дела. У нас было вчера две пары. Две пары лекционные. И то есть на протяжении всего того момента, пока распространялась информация о том, что возможно нас перейдут на дистанционное обучение, После окончания бар наших у нас было собрание, на котором объявили, что эта информация действительно является верной. И все были в восторге. Разошлись все по домам и большинство сразу же собрало сумки и уехало домой. Минпросвещение России еще в воскресенье рекомендовало всем перейти на дистанционное обучение. В Барнуле это обсудили накануне. Министр образования не давил на ректоров. В итоге учиться дома сейчас предпочел лишь педагогический вуз. Пока до конца марта. Ректор Ирина Лазаренко просит не волноваться. Часть обучения они уже 7 лет проводят дистанционно через систему Мудл. Он читает, анализирует, выполняет и отправляет те задания. Педагог уже видит тот материал, который собран по данной дисциплине. В личные кабинеты студентам отправляют лекции. Там же проводятся вебинары. Кафедры и факультеты в онлайн доступе. Вынужденная изоляция, по мнению ректора, не отразится на качестве обучения студентов. А педагоги обещают, не потеряют зарплате. Вторая половина дня предусматривает работу научную, исследовательскую, методическую. Все работают в рамках своих индивидуальных планов. Если говорить об изменении заработной платы, то вот на данный момент оснований не платить стимулирующей выплаты у меня, как у ректора, нет. А в Алтайском техническом университете жизнь продолжается. В УЗИ многолюдно, лекции идут по расписанию, в масках никто не ходит. Как бы все равно абсолютно. Но не хотелось бы, чтобы закрывали на карантин из-за того, что дипломную работу не смогу написать. На территории Алтайского края обстановка достаточно стабильная, спокойная. В крае создан штаб под председательством нашего губернатора. Проходят совещания, на которых было принято решение о том, что сейчас каких-то вот таких особых условий, чрезвычайной ситуации никакой в крае нет. Поэтому необходимости переходить на дистанционное обучение в данный момент нет. Но в случаях карантина дистанционное обучение для студентов политехнического сюрпризом не станет. Учебные материалы и задания там давно уже хранятся в электронной системе. И по словам ректора, переход на домашний режим возможен, если в крае появятся зараженные коронавирусом. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.